Всем привет! Меня зовут Юлия. Приветствую вас на моем канале. И сегодня я хочу рассказать вам о своей покупочке в магазине Шелковая нить. В этом магазине я покупаю впервые. Я знаю, у нас девочки из Беларуси очень часто в нем совершают покупки, но для меня это стал первым и очень удачным опытом. Сделала заказ я 6 мая и уже 16 мая в Беларуси и обычной почты я получила свой заказ. Очень быстро и оперативно. Девочки собрали мне заказ фактически в течение часа и отправили его сразу же. Хотя вначале мне написали, что отправка в течение 2-3 дней, но мне очень повезло и моя посылочка ушла в тот же день, когда я ее заказала. Обычной наземной посылкой, которая обошлась мне в 580 российских рублей, 9 дней шла до Беларуси. Это посылочка. Ави и ЕМС, я думаю, были бы еще быстрее. Сервис безумно понравился. Большое спасибо. В наличии все было, кроме отреза кашеля. Я заказала его 50 на 70 сантиметров. Он ко мне пришел 55 на 65 сантиметров. И цена была чуть дороже. Но, в принципе, меня и такой отрез устроил. В подарок я получила вот такую бобинку хендмейт. Такие, кстати, бобинки я заказала как раз позавчера на Алиэкспресс для лент. Я еще кукол шью. И вот для лент мне такие большие бобинки очень пригодятся. Сам заказик ради чего же я делала. Вот, посмотрите. Вот такие замечательные нитки. Rainbow Gallery. Шнурочки. Такие бархатистые на ощупь. Для дизайна. Butter Not Road. Я так понимаю, что вот эти все тесемочки будут выполняться именно этим шнуром. По ключу их надо было 3 штуки, что я и взяла. Пускай лучше у меня останутся, чем я потом думать буду, где прикупить. В принципе, на этот дизайн, видите, у меня уже практически все собрано. Не хватает только 3 упаковки вот таких голубеньких трэжерсов. Я думаю, будет здорово смотреться. Далее. Для дизайна Миробилия Золушка я заказала вот такие кристаллы Сваровски. Бусины. Как мы знаем, бусины Милхилл Трэжерсы и Сваровски это одно и то же. Если бы я заказывала Милхилл 19 бусин, мне бы это обошлось в 1500 российских рублей. Я пожалела этих денег и собиралась заменить обычными стеклянными бусинками, оставшихся от набора образа в каменьях. Но тут, совершенно случайно, на сайте Шелковая Нить я увидела замену тем бусинам. Вот на черные с покрытием AB Сваровски. И за 19 бусин я отдала всего 500 российских рублей. То есть сэкономила в 3 раза. Далее я заказала виспер. Как мы знаем, виспер белого цвета используется в очень больших количествах дизайнов Миробилия. У меня две катушечки виспера есть. Одна у меня едет из магазина Сечинка, но вот две заказала на всякий случай. И черный виспер для королевы воронов. Конечно же, я уже разделала заказик в этом магазине. Решила взять и черный, но он посмотрите, какой пушистый по сравнению с белым. Мохнатый-мохнатый. Так, дальше. Что же я еще заказала? В магазине Шелковые Нити появились новинки. Это наборы квакеров. Осенний я уже приобрела. И сходила с ума по квакеру Диамонт. И купила и схемку, и набор ниточек, и вот отрез кашеля. Здесь по ключу идет кашель. Вы знаете цвет? Сейчас не найду, наверное, быстро, как он называется. А вот Меллоу, наверное, так. Он у меня есть для осеннего квакера. Я его сравнила с кашелем от Звайгард, и отличий практически не увидела. Поэтому решила не переплачивать и не ждать. Буду вышивать вот на этом отрезе. Ну и ниточки, конечно, безумно красивые. Мне вот этот синий оттенок нравится. И сравним с осенним квакером. Очень похожие цвета. Вот эти, наверное, даже повторяются. По номерам не сравнивала пока что. Я думаю, что используются не все цвета. И можно будет, в принципе, наверное, какой-нибудь квакер и самой составить из ниточек. Или докупить только несколько катушек. Ну и, конечно же, не ушла из магазина я без схемок миробилии. Мне понравились три схемки. Но одну такую весеннюю с детками уже приобрели. Поэтому я купила себе вот таких девушек танцующих. Мне это напоминает ночь на Ивана Купала, когда девушки одевают веночки, водят хороводы. Замечательный дизайн. Конечно, на такой основе я не вижу этих девушек. Надо будет что-нибудь подумать, чем заменить. И купила схемку, которую давно хотела. Это зачарованная русалка. Очень много кто вышивал. Получается просто восхитительно. Ткань для меня, для нее у меня уже есть. Я ее заказывала для проекта Хогвартс в банке, но мне не подошел цвет. И когда я увидела вживую этот цвет, я поняла, что эта русалка создана просто для той тканюшки. У меня эта русалочка есть и в программе Кростич Сага. Я ее скачала. Но там очень много ошибок, очень много пробелов. И я решила все-таки не экономить и приобрести схемку. Тем более по достаточно приятной цене. Посмотрите, какое количество здесь трейджерсов необходимо. Их я не покупала пока что. Потому что надо, во-первых, перепроверить, что у меня есть в наличии. И, может быть, точно так же, как в Золушке, заменить на кристаллы Сваровски. Вроде бы все свои покупочки показала. Хочу еще раз сказать большое спасибо администраторам магазина Шелковая нить. Всем рекомендую. Не бойтесь заказывать в другие страны, в другие города. Камни много девочек обращается по этому поводу из Беларуси. Скоро я сниму видео о своих покупках как в иностранных интернет-магазинах, так и в белорусских. Самое главное не бояться. Все приходит, это официальные магазины. Поэтому вы, в принципе, от ошибок застрахованы. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok